Всем привет, друзья! Сегодня рисую лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. Урок из курса Туманы. В плейлисте Туманы я ранее разместила уже 4 урока и хотела на этом пока остановиться, так как не сезон для дизайнов такого плана. Я считаю их больше осенне-зимними, а сейчас весна. Но девочки, как оказалось, ждут продолжения. Не могу игнорировать подобные просьбы, поэтому решила порадовать желающих и разместить еще пару-тройку уроков из этого курса, несмотря на то, что весна в разгаре. Дизайн лучи очень хорошо сочетается с рисунком оленя. По отзывам и просьбам клиентов, это самый востребованный персонаж. Итак, что в дизайне? Это сосновый бор и лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. Покрываю тип спелым гель-лаком. У меня это гель-лак из коллекции Latex 002, максимальной концентрации пигмента в составе. Покрываю в один слой. Сушу в лампе 60 секунд. Следующий гель-лак – это полупрозрачный кошачий глаз Laser Cat номер 03. С розовым сиянием. Покрываю им тонко и равномерно. Примагничивать в этот раз я его не буду. Хочу, чтобы вы увидели, как смотрится вариант и примагниченный, и нет. Сушу в лампе 30 секунд. Мне понадобится тонкая кисть Rubлев DK13R номер 00. Предварительно поставила на палитру 3 капли. 2 капли прозрачного топа, пластик топ, глянцевый топ без липкого слоя. И капли черного насыщенного гель-лака Latex 001. Добавляю черный гель-лак в одну каплю топа, до получения эффекта полупрозрачной черной вуали. Вверху и внизу дизайна есть затемнение, которое выполняется в первую очередь. Наношу затемнение полупрозрачным черным замесом, как бы повторяя ореолку текулы. Наношу не слишком объемно, так как буду ставить капли по мокрому, и чтобы все это не растеклось. Беру кисть, это шлейф от Rubлев для градиента, распушила ее пальцами и аккуратно растушевываю цвет так, чтобы не заметен был переход. И по мокрому ставлю капли прозрачным топом, начиная от центральной линии ногтя. Стараюсь это сделать максимально быстро, чтобы капли не растеклись. Лучше, чтобы капли были разного размера, а не одинаковые. И маленькие, и чуть крупнее. Если честно, мне нравится уже и на этом этапе. И знаю, что многим не нравятся такие сумеречные дизайны. Все мы разные, и это хорошо, друзья. Надо это зафиксировать в лампе 5-7 секунд. Этого будет достаточно, чтобы топ прихватился. И повторить то же самое в нижней части типса. Здесь есть нюанс, какой бы ни была форма ногтя, квадрат, миндаль, стилет. Я рисую всегда так, как будто бы рисую френч. Переворачиваю ноготь и кистью для градиента растушевываю границу цвета. Ставлю капли, начиная от центра, максимально быстро, чтобы капли не успели сильно растечься. И сушу уже в лампе до полной полимеризации. Как расположены сосны. Есть сосна рельефная. Нарисована она уже на готовом ногте. И я оставлю для нее место. Она слегка смещена влево от центральной оси ногтя. Слева от нее рисую ствол, который наклонен влево. Справа ствол дерева наклоняю вправо. И делаю еще одно дерево пересекающее. Четвертый и самый крайний ствол по ситуации. Если поместится, нарисую. Определила место, где будет рельефный ствол. И от него слева рисую черным полупрозрачным замесом, то есть черным гель-лаком с прозрачным топом. Ствол наклоненный влево. Справа в правую сторону. Стволы деревьев расширяются ближе к основанию. Об этом забывать нельзя. И еще один ствол пересекающий. И все-таки помещается у меня еще одно маленькое дерево. Как рисуются сосновые ветки? Это прямые отрезки разной длины, которые расположены в шахматном порядке с двух сторон ствола дерева. Их можно рисовать горизонтально, то есть под углом 90 градусов к стволу. Также они могут быть слегка наклоненные вверх и вниз. Можно чередовать. И желательно их располагать так, чтобы не создавать пересечений. В этом варианте дизайна это будет лишним. Этим же черным полупрозрачным замесом рисую ветки. Фиксирую в лампе 5-7 секунд и продолжаю. Какое же красивое сумеречное состояние. Ну очень мне нравятся подобные эффекты. Друзья, в прорисовке очень важна не только кисть, но и техника набора материала на кисть. Чтобы на кончике не подтягивалась капля гель-лака. Если эти два условия не сложатся, рисунок будет получаться грубым и неряшливым. В художественной росписи, конечно, необходимо попрактиковаться. Порисовать тонкие линии. Подобрать удобную кисть под ваши материалы. Или простричь ее. Потренироваться набирать гель-лак на кисть так, чтобы он не подскакивал. Умение рисовать тончайшие, четкие, аккуратные линии это залог успеха любого дизайна. Умение рисовать тончайшие, четкие, аккуратные линии. Следующий этап – это прорисовка лучей. Но если не перекрыть дизайн, то есть уже нарисованные сосны, то лучи красиво и ровно не лягут. Мне нравится делать подобные перетяжки и выравнивать поверхность матовым топом. Покрываю ноготь тонким слоем матового топа. У меня это вельвет топ с бархатным эффектом. Сушу в лампе 30 секунд. Как нарисовать лучи. Выбираю точку, откуда будет выходить первый луч и протягиваю линию через весь ноготь. Необходимо ее чуть-чуть расширить. Следующий луч рисую с отступом. Полмиллиметра отступаю от предыдущего, рисую линию и расширяю ее. И так далее. Под матовым топом прямо сказочный лес получается. Я сделала замес. Белый гель-лак с топом. Получается полупрозрачный молочный. Не обязательно именно молочный. Можно сделать молочно-розовые лучи или молочно-желтые, голубые. Или вообще добавить в топ пигмент, лучи будут сиять. Ваша фантазия, друзья. Надеюсь увидеть ваши работы в группе Телеграм. Расширяю луч, не набирая больше материала на кисть. Чтобы он получился к расширению менее насыщенным, чем вверху в начале. Для тех, кто боится, что лучи, нарисованные очень близко, будут всплываться, фиксируйте в лампе 5-7 секунд. И так далее. Лучи в конце просушиваю в лампе 30 секунд до полной полимеризации. Покрываю глянцевым топом с выравниванием. Сушу в лампе 30 секунд. И остается нарисовать рельефную сосну на уже готовой поверхности ногтя. Черным гель-лаком максимальной концентрации пигмента рисую ствол и ветки. Чуть расширяю к основанию ствол. Рисую ветки, направленные чуть вверх и вниз, чередую. Вот эта веточка у меня получилась слишком толстая, поэтому я ее поправлю и сделаю тоньше. И некоторые ветки я вытяну и сделаю их более длинными и еще дам им разветвление. Сушу в лампе 60 секунд. Полупрозрачным белым замесом прорисовываю ствол. Здесь необходимо прорисовать так, чтобы не полностью закрыть черные контуры ствола и веток. Сушу в лампе 30 секунд. И дизайн готов. Здесь вы видите два варианта с примагниченным фоном и непримагниченным. Как лучше. Мне нравится и так, и так. Друзья, на этом сегодня все. Желаю вам творческих успехов. Присылайте свои работы в группу Telegram. Там же вы можете задавать мне вопросы, если вам что-то непонятно. Я на связи. Ссылку на группу оставлю в описании. Также ссылки на материалы, которые использовала в дизайне. И еще все это продублирую в комментариях для тех, кто не может найти описание. Предыдущие уроки вы можете найти в плейлисте Туманы. Благодарю, что досмотрели до конца. Это очень важно для продвижения видео. Всем пока и до встречи. Продолжение следует...